Самое неизгладимое впечатление на меня оставили жители города Буденновска, Ставропольского края. Потому что город, который пережил такую великую трагедию, должен получить как минимум моральную компенсацию нормальными условиями жизни. Но люди приходили навстречу, кричали, женщины выли так, что мы даже не успевали слово вставить. Потому что начиная от мизерных зарплат, заканчивая произволом, отсутствием социальной инфраструктуры. И очень обидно, когда соседний регион финансируется по отдельному распорядку, и там строятся дворцы и замки, это все здорово. А вот регион, который находится на границе и в Ставропольском крае, не национальный регион, у людей элементарных вещей нет. А еще нас поразил один населенный пункт Волгоградской области, где пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны, более 90 лет ей, сказала, что вот здесь стояло здание вокзала, туалет и Великую Отечественную войну пережили. Сейчас снесено все, больницу закрыли, поликлинику трехэтажную, и у них поезда больше не ходят. Вот так сегодня живут люди во многих отдаленных уголках российских территорий. Москва это здорово, тротуарная плитка, деревья, все очень красиво, замечательно. Но если мы отъезжаем 300 километров от Москвы, там такие у людей проблемы, о которых вот надо по телевизору показывать и рассказывать. Игнать в шею тех. А еще люди в Краснодарском крае в очередной раз ждут африканскую чуму свиней. Очень боятся, что их заставят свиней вырезать. А знаете, почему это происходит? Потому что свининой в основном питаются христиане, русские, мусульмане, иудеи, свинину не едят. Поэтому нашим братьям на прилавке дают что? ГМО свинину с мегакомплексов, а чистая свежая свинина, которую люди хотят выращивать и продавать на рынках, их заставляют ее вырезать под видом африканской чумы свиней карантин. Вот такие проблемы. Продолжение следует...